Уехал из Лукашенко, если вкратце, потому что тяжело стало жить в стране. Я там принимал участие в пинской драке, и мне пришлось уехать, чтобы меня там не били и не насиловать. Последние два года жил в Барановичах и работал. Я работал учителем по классу саксофона. Белорусы в кавычках под оккупационными флагами ходят, митингуют, разберитесь, что это такое. Ну и плюс я с момента задержания уже каждый день ждал, что сейчас ко мне придут, за деятельность заберут. Музыка Одна из моих деятельностей, за которой мы меня непосредственно преследовали, это была волонтерская деятельность. В Барановичах есть сезон номер 6, я помогал задержанным непосредственно, их родственникам с передачами. Меня отчислили из университета фактически, и нам грозит армия. Я не очень хочу идти в армию и бить своих же людей, в принципе, поэтому решил уехать. Было понятно, что меня ждет либо смерть, либо тюрьма, очень долгий срок, это вообще бесконечно, либо мне придется валиться. 11 числа мне сказали, меня ищут, я поехал через леса, поля в сторону Бреста, и там уже пересек границу в Украине. По работе были большие проблемы, потому что это все-таки, я в последние несколько лет работал в МЧС, это структура такая околовоенная. Несмотря на хорошие отношения как с коллективом, так и с достаточно адекватным, нормальным начальством, пошло давление, пошли постоянные жалобы от ректора. И уже по политическим в какой-то момент меня попросили, я участвовал в концерте с вольным хором, и мне прямым текстом сказали, что либо ты сейчас пишешь по собственному, либо мы тебе за этот концерт отправляем на сутки и увольняем по статье. Мы вообще представители питерской диаспоры, землячества Санкт-Петербурга, и там мы выходили на протесты к посольству. Потом после того, как от посольства нас прогнали, арестовали, сказали больше не являться, организовали такие акции поддержки, записывали видео в поддержку протестующих белорусов, каждый день отправляли их в СМИ. И за одну из таких акций нас арестовали в Санкт-Петербурге по доносу некого господина из Беларуси. Ну, обычно мы это объясняем, что это протестные песни белорусские. Поляки в большинстве своем очень хорошо на это реагируют, они тоже поддерживают, им это интересно. А так, ну, в основном поляки говорят, что вот мы там за вас, что вот мы там в 80-х там боролись, а вы теперь, короче, вы должны там тоже победить и так далее. Ну, мы вообще с Пашей в любой непонятной ситуации всегда стритовали вдвоем. То есть мы знаем, что мы всегда так можем заработать себе какие-то деньги. Я пела, играла на мелодике, а Паша играл на гитаре. Я понимал, что меня ждет неизвестно что, купил себе перед выборами колонку, ну, куда можно подключить гитару, микрофон. И когда я уезжал, я взял с собой пару вещей, гитару, микрофон, потому что думал, что мне придется, ну, на хлеб зарабатывать, играя на улицах. И это был такой самый простой компромисс для меня, что вот играю на улице, и на удивление здесь я получаю, ну, какое-то время на улице зарабатывал больше, чем в Беларуси на двух работах. Это действительно так. Правда, тут жилье в разы дороже, но деньги выходили ощутимо больше, чем я мог бы заработать на том же складу, например, работая без языка, без образования, без ничего. Сняли карантинные ограничения, мы вот вышли поиграть, вот так стесняясь, потому что новый город, как-нибудь тут фастприм, вот не знаю вообще. И идем обратно, видим, играет Вася на барабанах, там, с Костей. И Вася говорит, давайте, веди микрофон, давайте вместе играть. И мы такие. Нужно понимать, что и в Беларуси уличная музыка у меня получалась тоже неплохо зарабатывать с временами. Естественно, в Польше это больше, но, скажем так, ничего удивительного, в Польше все-таки побогаче. В какой-то момент потребовался гитарист, меня пригласили. Сначала это было ужасно, но сейчас вроде уже более-менее нормально. Так что можно сказать, что я напросился в какой-то степени. Я планирую вернуться, как только это не будет представлять для меня опасности. Естественно, грустно, что нет возможности просто вернуться домой. С другой стороны, с переездом в Польшу стало намного спокойнее и проще в плане пропадает это напряжение, пропадает вот это постоянное ожидание того, что к тебе могут снова постучаться в дверь милиции, если постучаться в лучшем случае. Да, я хотел бы вернуться свободно от диктаторских режимов Путина и Лукашенко, Беларусь. Если бы раньше у меня спросили, хотел бы я вернуться, то я бы сказал, нет, я хочу еще 10 лет тут пожить, заработать денег и вернуться уже с деньгами, там, может, ну, сделать какое-нибудь производство или, ну, в общем, создать рабочие места. То сейчас, я не знаю, мне как-то... Мне все равно, я понял, что могу жить везде, хоть здесь, хоть в Беларуси, хоть в Штатах. И, в общем, ну, я гражданин мира, я рад, что я это понял, но тут другие проблемы. Мне везде хорошо. Даже если завтра один усатый человек подавится, то я все равно не смогу так быстро вернуться в страну, потому что какое-то, ну, как минимум образование я получу уже в Польше, как минимум какое-то время я буду вынужден здесь находиться. В России вообще непонятно, потому что у нас стоит запрет на въезд, и мы не можем даже при своем желании туда вернуться. Ну, в Беларусь, ну, очевидно, что до сих пор, пока там существует режим Лукашенко, мы туда не уедем. То есть только после падения этого режима мы туда собираемся возвращаться. Ну, в Польше нам нравится, Польша очень гостеприимная для белорусов страна. Здесь очень все позитивно на нас реагируют. Когда мы выступаем, когда видят, что мы там с флагом белокрасно-белым выступаем, то в основном от поляков только слова поддержки мы слышим. Получилось, как получилось. Спротивляемся дальше. Делаем, что можем даже отсюда. Даже вот наша группа, мы всегда выступаем какой-то белорусской символикой, поем белорусские, польские песни. И частенько встречаем поляков, которые подходят, спрашивают, как-то интересуются. То есть даже находясь в Польше такую видимость лишнюю создаем как-то. Такое знакомство культур, знакомство поляка с белорусской музыкой. Очень приятно всегда встречать белорусов, которые просто прогуливаются, допустим, и нас видят. Им тоже приятно услышать какие-то песни знакомые, родные. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»